добрый день дорогие друзья с вами капля продолжаем говорить о крещении в духе святом сегодня я хотел бы начать с риторического вопроса апостола павла о иных языках это 1 коринфянам 12 глава с 29 стиха и до конца главы все ли апостолы все ли пророки все ли учители все ли чудотворцы все ли имеют дары исцеления все ли говорят языками все ли истолкователи ревнуйте о дарах больших я покажу вам путь еще превосходнейший вопрос о иных языках он в данном случае риторический апостол павел говорит все ли в церкви говорят языками и конечно же не все потому что предыдущие вопросы они наталкивают нас на это но обратите пожалуйста внимание что апостол павел говорит о иных языках не в контексте крещения в духе святом как знамение языках как знамение он говорит о говорении на иных языках в контексте даров духа святого и если бог даст мы поговорим с вами о дарах духовных и подробно рассмотрим что это за дар такое говорение на иных языках и с чем его едят настоящее время мы с вами говорим не об этом Мы говорим о знамении крещения в Духе Святом, иных языках, которые приходят и наполняют нашу жизнь, давая нам молитву на иных языках, как знак того, что мы имеем крещение в Духе. И, конечно же, не все в церкви, даже крещенные в Духе Святом, не имеют дара говорения. Потому что это особый дар, и его нужно обязательно различать от знамения говорения на языках. Итак, мы имеем в теле Христовом, в нашей жизни, говорение на иных языках, как знамение крещения, и говорение на иных языках, как дар. И их нужно отметить.